Решил записать видео в кои-то веки на природе, но небо затянуло, скорее всего, это где-то пожар, и прям такое серое-серое, как будто дым стоит над Orange County, и сильный ветер. Не знаю, как будет со звуком, но надеюсь, всё будет хорошо. Сегодня такая тема из детства. Прям, мне кажется, разобравшись со своим прошлым, можно чётко и ярко увидеть будущее. И я хочу просто подсветить какие-то вещи, которые есть у меня в жизни, и они у меня всплывают сейчас благодаря изучению, благодаря тому, что интенсивно работает мозг в восприятии новых образов. Есть такая фраза, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. И, наверное, это относится больше к тому, что, во-первых, это не помешает знать дополнительные языки, а во-вторых, это погружение в культуру, погружение в песни, в образы, в традиции, в миропонимание, мироотражение, как взаимоотношения внутри разных культур, говорящих на других языках, происходят. Соответственно, ввиду того, что мой мозг работает сейчас интенсивно и погружается в какие-то новые древнеславянские образа, понимания, у меня как-то из детства картинка всплывает, вот прям натуральным образом. Интересно то, что у моей бабушки, я жил в Казахстане, город называется Кустанай, это полчаса от Челябинска. У моей бабушки была четырехкомнатная квартира у железнодорожного вокзала в городе. И где-то в часе езды на автобусе у нас была дача. Дача это такое на реке Табол загородный участок, где мы выращивали прям, наверное, все виды возможные на тот момент в том регионе. Это фрукты, овощи, перечислю облепиха, малина, клубника, горох, картошка, укроп, лук, смородина, белая, черная. Прям вот все-все-все, помидоры, огурцы. Я помню, как бабушка заставляла нас, не заставляла, наверное, она нас все время брала с собой, меня и мою сестренку. Я старше сестренки на три года. И она постоянно, мы с утра приезжаем на этот дачный участок, и я видел, как бабушка с каким трудолюбием, с какой радостью она поливала весь огород, полола его, какие-то обвязывала тряпочками упадшие листья или стебли от помидоров, от огурцов. То есть занималась трудом, друженической деятельностью. Соответственно, просила нас что-то помочь там. То есть мы с утра приходили, мы знали, что нам нужно собрать ведро малины, ведро клубники. То есть нам нужно было лазить по земле под этими кустами. Я помню, как эти колючки впивались в лицо, в тело. Но также я помню, что это было настолько вкусно, настолько натурально. То есть мы брали горох, кушали его. Брали следом, когда собирали через 20 минут смородину, кушали смородину. Следом шли, собирали, допустим, лук, петрушку, кушали. То есть я запомнил, что... И мы это делали на постоянной основе, там, каждые выходные или каждые, там, несколько дней в будни. И мне настолько это приелось, то, что это натуральный способ поддержания своего аппетита в том виде, каком ему действительно надо. То есть у нас не было такого, что нам дали большую тарелку, и ты должен съесть ее во что бы то ни стало, и попросить добавки или еще. У нас был натуральный способ. Столько, сколько мы съедим, столько нам... столько организм требует, столько нам и нужно. Соответственно, и еще и собрать для семьи, для того, чтобы принести домой, сделать из них варенье. Бабушка настойки из трав все время делала. Причем, что я помню, какие-то у меня раны. Мы никогда не ходили в больницу. Единственное, в больницу поход я помню, это когда меня сбила машина. Ну, то есть это не от моей, да, вины. Это меня сбила машина, и меня отвезли маленького в больницу, в травмпункт. Потому что я был один, переходил дорогу, и аппендицит вырезали тоже. Ну, как бы вмешательство требуется, хирургическое. Все остальное мы находили на даче. То есть бабушка давала там, у нее было миллион настоек, у нас был погреб дома на даче. На любую какую-то заразу, на любую рану она доставала из погреба настойку. Какие-то традиционные методы давала это, это. Я всех уже не перечислю. Я помню, что когда я заболевал, я прям бежал к бабушке и говорил, можно, пожалуйста, топленое молоко с медом, с маслом, может быть, еще какие-то ингредиенты были. И ты выпиваешь, это было так вкусно. И как бы и быстро излечивались от болезней, которые, как ребенок, ты подхватывал где угодно. Я помню, что по сути это способствовало, способствовало, наверное, выработке привычки. Привычки думать и принимать все, что дает природа, что это и есть данность, что это и есть нормально. Нормально означает, не нужно никуда идти и что-то искать, чтобы вылечить себя, чтобы накормить себя. Все всегда было под рукой, все всегда в шаговой доступности. Соответственно, смотрите, сейчас покажу вам новый вид серфинга. Ребята без волн катаются на стоячей воде. Офигеть, это очень красиво смотрится. Возвращаемся к детству. Подытоживая весь этот большой рассказ про то, как бабушка с дедушкой функционировали, что они в нас заложили с сестренкой, хочется сказать, что у меня вот такое отношение, поэтому, наверное, и к лекарствам. Потому что я никогда не хожу в больницу, никогда на данный момент фу-фу-фу-фу, постучал по дереву. Нет у меня мысли пойти куда-то и что-то купить, чтобы или принять таблетку, если что-то болит. Потому что, ну, всегда, типа, привычка из детства всплывает и говорит, что есть под рукой, что можно натуральным способом сделать. Отсюда следует, есть такое выражение. Сейчас лекарств у нас становится все больше и больше, а здоровья у человека все меньше и меньше. К чему я веду? Вот просто глобально, какова цель существования больших корпораций, производящих таблетки, производящих лекарства, производящих алкоголь, производящих сигареты? Это капиталистическая нажива, да? То есть ты, по сути, в этом обществе получаешь с каждого человека определенную сумму денег за то, что ты ему предоставляешь услугу. Но если, вот вопрос, если все люди будут здоровые, если, вот, пример бабушки с дедушкой, никто не будет ходить и покупать в аптеках, в магазинах алкоголь, таблетки, какие-то вещи, которые можно найти дома и своими руками их сделать, то этой индустрии просто не будет. И глобально сейчас эта индустрия вокруг нас повсеместно, везде, потому что мы являемся конечным продуктом и всем большим корпорациям. Если смотреть безэмоционально, безучастно, просто сухая математика, им абсолютно в графике выгодно от каждого человека иметь как можно больше ручейков, откуда они получают деньги. То есть ты должен быть нездоровый физически, психически, ты должен быть подвластен, ты должен употреблять алкоголь, сигареты и всю ту продукцию, которую они производят. То есть ты слабая сила воли, если тебе это не нравится, то нужно как-то сделать это модно, сделать это хайповым, рекламу навязать, показать, что типа наоборот. Здоровый человек – это типа в моем понимании. Я не хочу навязывать никому свою волю или свое мнение, но я просто удивляюсь, как можно... Во-первых, нужно ответить себе на вопрос «Для чего?». Вот сколько я не живу, я опять же говорю, в прошлом видео я сказал, что я абсолютно не считаю это своей заслугой, что я не пью и не курю. Меня родители никогда не пили, бабушка с дедушкой не пили, не курили. Я считаю, что столько в жизни классных вещей. Занимаешься спортом, изучаешь криптовалюту, изучаешь древние буквицы, древнюю религию, языки. Не успеваешь, просто иногда приходишь на кровать, все, засыпаешь. И столько всего интересного. И типа хочется жить, хочется это впитывать. И тут вообще ни при чем. Ни алкоголь, ни сигареты. Вот ну ни при чем. То есть ты выработал в себе такую установку, такую поведенческую модель, где тебе в кайф, тебе в радость натуральным образом получать эндорфины, какие-то химические реакции вызывать из организма, будучи здоровым, занимаясь спортом, вызывая там у себя в чистом сознании, в ясном разуме какие-то новые инсайты, новые видения, употребляя в еду натуральные продукты. А знаешь, что такое натуральные продукты из детства? Ты легко отличишь, что такое органик, что такое неорганик. Скажи моей бабушке, органическая еда, неорганическая? Она не поймет, что такое неорганическая, что это? Вот у меня есть, я ее поливаю, каждый день ухаживаю за ней, вкладываю любовь, солнце светит. Это просто настоящая еда, это продукты. Нету органической и неорганической. Неорганическую создают сейчас, так же, как создают алкоголь и повсеместно его продвигают, так же, как создают прививки и повсеместно их продвигают, так же, как создают много-много-много всего, что есть индустрия, которая зарабатывает деньги на нас, на каждом человеке отдельно взятым. Это не исключает... Это все страны. Сейчас я говорю про корпорации, которым выгодно зарабатывать деньги на хороших качествах, на здоровье человека. Если вот я пойду сейчас в больницу и скажу, что я абсолютно здоров, мне ничего не надо, я не буду покупать ваш алкоголь, я не буду покупать сигареты, мне не нужны маски, мне не нужны прививки. Зачем? Меня еще сделают плохим, потому как якобы я не забочусь о чужих. Я забочусь о своем здоровье, имея свои установки и правила. И по сути, мой метод должен быть у каждого из нас, чтобы общество в целом было здоровым, чтобы вокруг меня были такие же здоровые люди, с которыми я мог бы, не прибегая к тыканью в меня, о, ты делаешь неправильно, ты не заботишься. Да почему не заботишься, если я всю жизнь пытаюсь правильно есть, правильно вести, правильный образ жизни, заниматься спортом, всеми разными видами спорта, напрягать мозг, играть в шахматы, ну и от этого получать удовольствие. То есть есть действительно концепт, который я от души, которому радуюсь, исследую ему. И причем это, наверное, абсолютно нормально, когда ты так мыслишь. Но в кои-то веки я стал понимать, что со всех сторон начинают тыкать пальцами и говорить, Максим, а ты, наверное, какой-то эгоистичный, почему ты не думаешь о ком-то? А вот вопрос теперь в другом. Почему человек, каждый сам за себя не отвечает? Почему каждый человек, начиная с родителя, если он родитель, не вкладывает в детей лучшее, истину, правду, не показывает им органик, неорганик, поведение такое, такое, к чему это приведет, какие последствия? Ведь однозначно, что бабушка с дедушкой желают своим внукам лучшего. Они не должны лгать, не могут лгать, потому что это твое продолжение, а твое продолжение должно получать все лучшее от этой планеты. Иначе для чего мы здесь живем? Все лучшее. И с точки зрения технологий, у меня есть айфон, у меня есть ютуб-канал, макбук, у меня есть возможность покупить билет на самолет, улететь в Майами, на Аляску, на Гавайи, я это не отрицаю, я этим люблю пользоваться, но абсолютно в той же степени я могу разрушить свои гены здоровые путем постоянного внимания на те вещи, которые мне делают плохо. То есть, если я буду алкоголь принимать, курить, постоянно смотреть в телефон вне баланса, очень долго, не заниматься спортом, наверное, это приведет к к другому мне, который сейчас будет транслировать другие вещи. Поэтому, находясь в этом состоянии сейчас, я очень хочу им поделиться, закрыть для себя эту тему, потому что она меня долго-долго тревожила, и сейчас, вспомнив свое прошлое, рассказав эту историю, очень люблю свою бабушку, очень люблю своего дедушку, которые столько времени инвестировали в нас, сестренка, и показали свой уклад жизни, свои какие-то опыт жизненный, плюсы, которые они наработали за всю жизнь. И только сейчас, вот в осознанном возрасте, я начинаю понимать преимущества этого. То есть, это не сразу, потому что ребенок всегда, наверное, больше эмоционирует, потому что это эмоции. А взрослый человек, понимая и прожив всю жизнь, должен, да, типа, не должен, ему следует показать все лучшее, что он увидел. Поэтому, очень много сейчас лекарств, здоровья у человека мало. Очень много сейчас алкоголя, сигарет, и, типа, не модно, непонятно, как радоваться, как вообще существовать в жизни, если ты не куришь, не пьешь. Вот реально, у меня ребят спрашивают, почему, а что ты делаешь? Блин, мне реально классно, я клянусь, мне настолько круто, я не помню, когда я последний раз просто, просто пригубил вино. Ну, мне реально не хочется. Я могу что-то где-то попробовать, если меня сильно в этом убедят, что это кому-то надо. Но сейчас, зная свой твердый стержень, я знаю, что я хочу, знаю, что мне надо, по сути, записав этот ролик, утвердив свои убеждения и установки, поставив приоритет, все, что я уже запомнил, вспомнил, выяснил, пытаюсь это транслировать. Если кому-то это будет полезно, я буду очень рад. Для себя этот вопрос закрыл. Благодарю за инвестицию, которую вы сейчас потратили, вернее, не потратили, а про свое время, разделили вместе со мной. очень счастлив, что кому-то, возможно, это пойдет на пользу, как когда-то мне. Покажу вам, какой прекрасный вид я наблюдал, когда записывал это видео. Всех обнял. На связи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!